Привет, народ, с вами Варчик. В этом видео рассмотрим мой бой на карте Прохоровка. Надеюсь, будет интересно. Здесь будет несколько таких вот решающих моментов, где был сложный выбор. Расскажу вам почему и что я выбирал и в принципе, что я делаю. Итак, в начале боя едем на центр. У нас одна артиллерия, особо бояться нечего. Едем ближе к левой стороне, чтобы по возможности подсветить ЛТ-шку вражескую, которая может поехать в куст и пытаемся не дать ей туда заехать. Попутно может быть кто-то вылезет на центр и мы дадим ему от крепкой башни в лицо. Наша ЛТ-шка занимает перекресток возле железки, становится типа что-то там светит. Оттуда можно посветить перекатку через железку направо, но, честно говоря, он ее плохо посветил. Не знаю почему, хотя должен видеть. Также он будет еще там стоять стрелять, что ошибка, потому что он засветится и сольется на первой же минуте практически. Я подъезжаю ближе к горе, поскольку слева уже ничего там не светится, никакую ЛТ-шку мы вначале не засветили. Подъезжаем ближе к горе, потому что гора будет светиться, когда враги будут выкатываться наверх и нам нужно их наказывать, чтобы они не душили наших союзников от бугра. Мы должны их наказывать каждый раз, когда они вылазят, потому что они не должны себя чувствовать нагло. Также мы здесь на центре можем еще подсвечивать врагов, которые тоже приехали на центр под железку, для того чтобы уже наши союзники с горы накидывали вниз. Но, в принципе, это такие стандартные вещи на Прохоровке, которые должны знать все, не только на десятом уровне, но и, в принципе, на остальных левелах, когда попадаются на эту карту. Поэтому, если вы этого не понимали, то вот понимайте. Итак, у нас на горе пару танчиков. Какой-то странный АМХ надежит поехал на острове справа вверху по карте. На центре ТВП подставляется и сам светится. Очень плохо союзники с горы по ТВП отстреливали. ТВП будет несколько раз светиться. Замечаю я М48 премтанк 8 уровня с ковшом на зелени и еду ему дать плюшку. Подъезжаю, запоминаю, где он там светился, свожусь полностью и стреляю, потому что с вертухи вряд ли бы я попал со своей супер-дупер пушки корявенькой. Кстати, оборудование у меня следующее. Досылатель, стабилизатор. Такой вот набор джентльмена на средних танках. Досылатель, стабилизатор. Ну и третий. Третье оборудование, наверное, не для всех очевидное. Это розовый улучшенный прицел, который добавляет и стабилизации, и точности. Что на моем танке самое то, что мне хочется. Обзора, в принципе, так вот на пол рубля хватает. Я опять замечаю, там М48 светился, но под руку попался тортик. Даем ему в бочину и неплохо пойдет. Возвращаемся опять ближе к горе. Видим, что у нас ЛТшки, как обычно, нету с самого начала боя. Заменитель ЛТшки в виде бураска тоже слился. И мы, по сути, являемся единственным активным игроком в бою. Вот мы видим на горе чел быкует на наших союзников. Этого нельзя ему прощать, поэтому даем ему на 480. Довольно-таки внушительно. Даем в Тайпа 4, он тут подставляется. И мы засвечиваемся. Это не очень хорошо. Даем ему еще блайндом туда, примерно где он был. И откатываемся. Не стоим на месте, поскольку арта все-таки есть. Производим всякие хаотические движения. Туда-сюда катаемся. На месте стоять не стоит. Наши союзники с горы поехали добить. В принципе, по моим ожиданиям, уже, наверное, скоро будет победа. Даем такую полувертуху в Е50М. Что он там делал, я не знаю. Я догадываюсь, что кроме Е50М там еще и ЛТшка стоит. 13-90. Е50 получает пару плюх от меня. Я тут еще одну пытаюсь ему дать, но видимо попал в башню и не пробил. Башню ему там немного что-то подлатали. Брони добавили. Стреляем блайндом в ЛТшку. И, кстати, вроде бы даже не было искр от земли. Что означает, что походу я попал. Если видно, как снаряд попадает в землю, а от земли разлетаются там всякие искры, то это означает, что вы попали в землю. Если искр от земли нет, то походу вы попали в танчик вражеский. Но это не значит, что вы нанесли урон. Это просто значит, что вы попали. Вы могли и в гусеницу попасть, и в пушку, и куда угодно. И не нанести урон. У меня бывало, что и по три-четыре раза я блайндом попадал в чела, но после боя смотришь, я пробил один раз там. Ну такое. Потому что ты, во-первых, даже не знаешь, куда ты именно попадаешь. И, в принципе, это выстрелы на везение. Но после боя, в статистике я посмотрел, в АМХ 13-90 я один раз блайндом попал. Поэтому два выстрела, которые я сделал в кустик слева, я догадался, что он там есть. Я туда стрельнул, один из них залетел. Итак, на центре мы потусовались. Особо никаких там размышлений по тактике у меня пока не было. Пострелял по тем, кто подставлялся, и все. Потом нужно уже что-то делать. Сейчас добиваем ТВП через куст, чтобы не светиться. Когда он заехал в кучу кустов, тут целая гряда, то я сделал выстрел. Понятно, что не засвечусь через такое количество кустов. Слева меня индейка засвечивает. И нужно жопу спрятать за дом так, чтобы мне там всякие враги издалека не накидывали. Индейка опять поднимается наверх. Я это вижу по карте и жду, когда она подставит башню. Запоминаю, где она там ехала. И жду, когда она на откате назад заедет мне в прицел, нажимая выстрел, убивая. Решаю я, что нужно продавить с правой стороны за железкой. Союзники поехали с горы давить и что-то обосрались. Вижу тут также еще 55-ка по карте подставляется. Даю ей плюшку. Смотрю я, кто там есть в углу. ЦС-59 какая-то срань. Только что сдохла. Два тяжика. И понимаю, что, скорее всего, там два лопуха на тяжах. И ехать убиваться ради них. Они вряд ли какой-то урон вольют. Поэтому я решаю, что нужно продавить это направление, раз я уже здесь. И ехать уже туда. Очень важно на танках, особенно в топе, там на десятках, да и в принципе на любом танке, если вы играете на результат, на победу и стараетесь что-то в бою сделать весомое, повлиять на исход боя, то нужно использовать шансы, моменты и ехать что-то делать. Вижу тут СТРВ засветился. Приезжаю его в силуэт, убиваю за счет большого калибра. Понимаю, что его наклоны брони ничего не делают против моего калибра. Никаких рикошетов там не будет. Итак, дальше вижу, что впереди шотный АМХ. Заряжаю заранее фугас. Буду просто выезжать его убивать фугасом. В принципе все. Направление продавил, союзников отсюда я освободил. Это очень важно освобождать союзников, чтобы они не стояли, не тупили перед врагом. Они любят часто стоять и ничего не делать. Так вот, вы именно тот игрок в бою обычно, который все решает. Не кто-то там в бою, а именно вы. Сами решаете. Поедете вы куда-то, не поедете, будете союзников освобождать от врагов, чтобы они ехали дальше, что-то делали. Или нет. Итак, освободили это направление и дальше у нас два варианта. Ехать базу дефить. Или ехать врагов светить. Смотрю, на центре стоит борщ. А за мной едет 2-6-3. Если я посвечу здесь, то эти два кренделя, по идее, должны пострелять. А бураск вроде как там что-то базу светит. Но я вижу, что борщ умирает и, скорее всего, некому будет стрелять по моему засвету. Поэтому я решаю очень опасно выехать из центра на ту сторону, чтобы помочь бураску. Потому что догадываюсь уже заранее, что 55-ка упарывается на бураска. Поэтому я заранее еду ему помогать. Чтобы 55-ка его не задавила. А 2-6-3 там, в принципе, на своем бронированном корыте и сам справится. Там в углу постоит. И вообще было бы неплохо, если бы на 2-3 чуть-чуть поактивнее сыграл. Но он там будет в углу сидеть очень долго. В принципе, 55-ка поняла, что лучше ей никуда не давить. Поэтому она остановилась. Пытаюсь что-то тут от башни подсветить, чтобы дать урон тем, кто подъезжает к нашей базе. Но 55-ка делает очень такие хорошие движения. Он под вагонами меня подсвечивает. И я не могу комфортно тут себя ощущать. Непростая ситуация у нас в бою получается. У нас есть всего лишь бураск. Есть всего лишь 2-6-3. И мне нужно что-то делать. Вижу слева едут танчики. И сейчас будет выстрел, который решит весь бой. Я стреляю в Type-4 Heavy. У меня вылетает альфа-355. При том, что у него и так было не сильно много. Из-за этого выстрела он выжил. И из-за того, что он выжил, он становится на захват и берет базу. И еще и торт становится на захват и времени становится все меньше и меньше. Здесь у меня следующая ситуация. Что я могу делать? Первое, что я могу делать, это ехать уже сбивать базу. Либо ехать, помогать 2-6-3, либо бураску, либо сбивать базу. Если я еду сбивать базу, мне в жопу накидывает арта. Скорее всего, она будет кидать мне. Потому что я самый опасный танк среди оставшихся. Я буду посреди поля открыт. У меня будет легко стрелять. Я буду 100% светиться. На базе у меня 3 врага. Быстро я их не убью 100%. Также еще 2-6-3, скорее всего, сдохнет. Потому что борщ его развернет. А М48 ему будет накидывать в бочину и в жопу там. И борщ какую-то плюху нанесет. 2-6-3, скорее всего, умрет. У меня есть вариант попробовать успеть убить борща и М48 и сбить базу. И потом уже, чтобы мне в жопу не накидывали, попытаться сбивать базу. Видим, что 2-6-3, как я и думал, развернулся. И его бы скоро убили. Я, в принципе, спас 2-6-3. Убил борща. Сейчас убью М48. И у меня остается 16 секунд, чтобы сбить базу. В принципе, на перспективу, то, что я выбрал, оно вроде как и лучше. Но в целом, как вы видите, я уже не успеваю сбить базу. Но если бы я поехал сразу сбивать базу, то вот видите, что и арта, и враги все в меня стреляют. Их трое. В меня еще попал фугасом тортик. Не знаю, зачем он стрелял. Тем самым он показал, с какой стороны базы он стреляет. И я блайндом мог еще и попасть. И этот злополучный Type-4 Heavy, если бы он сдох, А он, скорее всего, ну, шансов, что он умрет, было больше. Но он выжил чудом. ВБР зарешал. Поэтому Такой вот бой. Было пару ключевых моментов. Было пару стандартных моментов. Вы поняли, что с центром нужно делать на Прохоровке. На гору нужно обращать свое внимание, чтобы враги не быковали. Где стоит ЛТшка? Что ее нужно в начале боя контрить. Блайндами туда можно пострелять. Это тоже повлияло на то, что Она быстрее сдохла, я в нее блайндом попал. Ну и в конце боя нужно не забывать про союзников. Отпускать их по флангу. Продавливать направление, чтобы они освобождались. Ехали, хоть что-то делали в бою. Потому что они будут там стоять. И ничего и не будут делать дальше. Также нужно еще на подъезде раздамаживать врагов. И потом разменивать союзников, если враги упарутся на них. Ну и самое главное, нужно дефить базу в первую очередь. Но опять же, в данном случае, просто поехать дефить базу от троих. Допустим, я делаю выстрел в кого? В Тайп 4 Хэви. Во-первых, пушка не самая точная, я могу даже не попасть. В Торта точно нет смысла стрелять. Поскольку у него очень противная броня, в него фиг залетит. Хотя кумулятивом более-менее. Пятьдесят пятка очень противная, мелкая. Она могла встать за труп. И было бы тоже тяжело сбивать. Так что, здесь ситуация была очень сложная. Не всегда получается предсказать будущее, играя в World of Tanks. После боевой статистики у меня там получилось что-то 5500 урона. Несколько раз я попадал блайндами. Вот такой вот бой. Не всегда вам на ютубе могут показать такие неоднозначные сложные бои. В которых можно что-то понять и осознать по поводу того, как затащить и что делать на карте. С вами был Варчик, играйте красиво. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...